Всем привет! Это обзоры мобильных игр от Mob.ua, а у микрофона, как обычно, я, Амортис. Поехали! Сегодня у нас очень красивая и качественная игра, жанр которой этакий Tower Defense, только наоборот. Ну то есть ты на стороне чуваков, которые идут, а не которые защищаются. Говорят, первая часть игры в свое время наделала много шума, но я, конечно, ее проспал, и вот играю только со второй. Встречаем, Аномалия 2. Когда я сказал, что игра качественная, я не имел в виду только хорошую графику. Графон здесь, конечно, на высоте, но он не показатель. Если ты следишь за моими обзорами, ты знаешь, что бывает в игре, где с графикой вроде все хорошо, но вот сама игра как будто жопой сделана. Тут не так. Тут все круто. И графика, и анимации, и взаимодействие юнитов. Все отлажено и работает замечательно, создавая впечатление именно качественного, старательно собранного продукта. Если вкратце, заместо коф. Году так в 2018-м на нашу землю-матушку напала какая-то хрень из космоса. И события игры разворачиваются уже после падения нашей расы. Земля теперь ледяная пустыня, а людишки в меньшинстве. Больше не скажу, ибо спойлеры, а вот про геймплей поговорить надо. Вообще он условно делится на две составляющих. Тактическую и, собственно, игровую. Тактическая часть игры это выбор маршрута движения нашего конвоя. Нажав на соответствующую кнопку, ты попадаешь на карту. На этой карте отмечены враги и показаны дороги. Тыкай пальцем, выбирая наиболее выгодный маршрут. Враги, кстати, имеют свойство внезапно вылазить и плодиться. Так что корректировать тактику ты будешь не раз и не два за уровень. Игровая составляющая это наблюдение за твоей колонной. Убийство врагов дает деньги, на которые можно покупать технику. Максимум ты можешь иметь 6 юнитов. Кроме того, из врагов падают бонусы, вроде аптечек и отвлекающих маячков. Так что просто пассивно наблюдать за движением колонны не придется. А еще каждый юнит имеет две формы. Например, может трансформироваться из танков робота и обратно. Каждая форма имеет свои плюсы и минусы. И тут тоже не помешает тактической мысли. Короче говоря, игра мне понравилась. Яркая, сочная, со взрывами, роботами и инопланетными тентаклями. Да еще и кое-где думать приходится. Короче говоря, играем все. Сетевой режим, конечно же, тоже присутствует. Так что с братюнями порубиться будет самое оно. На сегодня это все. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайся на канал, лайкай, репост и все такое. С тобой были Федор Амортис, Николай Подгурский и обзоры от Mob.ua. До скорого.